Hola amigos! И для начала, уверен, вам дико интересно, а чем же этаким-таким еще занимаются в Эстонии? Кроме как отправляют пятую часть своей армии в лице бравого парня в Красное море, чтобы в страхе хуситов держать. Обеспечивают разведданными весь Евросоюз и НАТО, кричат, что сами вложатся в обустройство границ, а следом рвут в Еврокомиссию за кредитом, так как это строительство сопряжено с базовыми потребностями строителей, а им денег на кабинки синенькие не хватает. Ну и спамят бесконечными запросами в российский МИД с требованием незамедлительно вернуть им буй. Ну тот самый, что погранцы якобы похитили и не простой, а с лампочками. Даже Боррель, глава внешней дипломатии, уже бывший, призвал Россию незамедлительно вернуть эстонцам их долбанный буй, так как, ну, истерики и сопли въезд всех достали. Ну а российская сторона, ну а что может русский человек ответить на фразу «верните буй»? «Пошли искать буй, наверное», но ответа пока нет. Ну так вот, мало кто знал, но там еще и расследование всяких дезинформаций в почете, ибо кто, если не Эстония? И вот Делфи пошел искать русский след в истории про одного ирландца, что одевался лепреконом и обещал девушкам засоить ей горшочек с золотом. И таких в сказке верующих оказалось там несколько десятков. И предполагая, что статью стопудово написали русские и завирусили, начали они свое расследование. Но для начала, конечно же, русские. Ведь она в Рунете была и на русском, и ВКонтакте разбежалась. Но по факту длинная чтива, скучная и занудная. Зато, по мнению прибалтийских СМИ, работа эта важна. Да и куда еще свой гений приложить? Ну не про кай уже калос писать жертву. Ну ту самую, что была несчастна и в детстве страдала от советской диктатуры. Слезами умывалась, ну, видимо, от нехватки внимания. Ведь популька ее работал в Минфине, еще и главой Сбербанка в Эстонии подрабатывал. Ну, в свободное время от написания пропаганды и выполнения функций главного редактора газеты ЦК КПСС. Девочка, поди, не доедала, не досыпала. Можно было еще сказам про то, как черная икорка детскую психику изранила разбавить. Но, конечно, расследование российской дизы про лепреконов куда важнее. Хотя и тут в результате облажались. Ну, для начала, в первой источнике было 300-400 женщин. А, во-вторых, это реальная статейка в сатирическом журнале, где крупным шрифтом было написано «Мы бухаем и поем и всякую дичь несем». Ну, да ладно, ждем от Делфи нового расследования. К примеру, почему на заборе написано одно, а под ним дрова. И какова роль русских в этом всем. А помните эту слезную тему с детишками из беднейших африканских стран? Что из-за действий России в Черном море голодали. Ибо благодетели европейские не могли им зернышки поставить. Но это было плюс-минус тогда, когда большая часть зерна перла на корм испанским свиньям. Или рассасывалась по всему Евросоюзу. И когда польские паны зерно прямо на перегонах из вагонов высыпали. Ну, да к теме с детишками хорошо, видимо, зашла. Только в этот раз Кремль решил насадить уже европейским. Да так это сердца местных ранило, что массовое паломничество в ООН началось. Но там какая история-то была. Международный союз телекоммуникации получил жалобы от европейских стран, что по какой-то необъяснимой причине спутники работают хреново. И так как никто в ЕС на такой шаг бы не решился, то гипотетически, вне всяких сомнений, виновата Москва. И именно она делает все возможное, чтобы прервать детские программы. И вместо этого транслировать детишкам ужасные всякости вот с югов. Из-за чего те сон потеряли, а вместе с ними и родители. Но там по бочке еще почему-то спутники не фуручили. Те, что отвечали за GPS-навигацию. Но только для гражданских самолетов и больше никаких. Даже думать дурного не смейте. Но это конечно мелочи. А вот то, что детишек без мультиков оставили, это да. Так что он требует незамедлительно перестать глушить GPS-сигнал. Ибо пользователи во Франции, в Британии и не только страдают. Ааа, нет. То есть перестать прервать показы мультиков детишкам. И это пишет Reuters. Хотя аргументы там непробиваемые. Это точно делаем не мы, значит это русский занавес. Но собственно в том же духе провели расследование и британцы. И выяснилось, что минировать и подрывать чужую инфраструктуру в морях это ай-яй-яй. Ну нельзя. Это прям очень плохо. Точнее не так. Подрывать европейскую подводную структуру нельзя. Хотя, а не важно. И вот ссылаясь на достоверные источники, пишут, что Россия уже могла вроде как заминировать все критическое и важное под водой. Ведь эти неназванные источники из нефтяных газовых компаний и буровых, и водопроводчики, и даже электрик первого разряда в каком-то поселке. И все они подтвердили вероятность такого действия. И знаешь, сей факт достоверен. Кроме того, все и так видели, как чудно под любым предлогом можно плавать. Ну там типа рыбку ловить. Или а-ля учения НАТО проводить. А потом, ой, что это пузырики? Ой, как весело. И ничего, все ништяк без имен и действующих лиц. Ну подумаешь, Германия без газа осталась. Ну и что? И сейчас вообще не до этого. Там как-то вот вопрос с потоков на второй план ушел. И сейчас куда более важна тема справедливости и честности в вопросе дележки бабла, выделяемого Еврокомиссией. Ну там еще Шольца такой. Чуваки, а давайте всех беженцев по-честному распределять. Ась. Ну мы же большой, европейский и единый. И за все отвечаем вместе. А другие страны такие сходу. Я, я, не Ферштейн. Ну а дальше многоуважаемая фон Дерр. Ну пожалуйста. Есть ведь страны, что на себя дофига взвалили и почек надорвали. И поэтому Еврокомиссия должна баблишко по-братски ослюнявить. Первая экономика Евросоюза, значит. Ну что ты скажешь, Шольц, это успех. Отличного дня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова